Общественная организация «Волонтеры Победы» насчитывает почти 200 тысяч человек по всей стране. Они принимают участие практически во всех значимых всероссийских акциях и конкурсах. Теперь на протяжении четырех дней волонтеры будут информировать население о конкурсе «Великие имена России». Сейчас проходит второй этап. До 28 числа будет только информирование населения. То есть жители города могут ознакомиться с лонг-листом, который уже представлен. Здесь представлено 10 претендентов. И, соответственно, жители города также могут внести своего претендента. Если за вашего претендента проголосует более 500 человек, то он может быть внесен в лонг-лист. Не во всех городах России есть аэропорты. По словам гостей курорта, им будет интересно принять участие в акции и приголосовать за имя для аэропорта Анапы. В список вошли 10 имен. Некоторые из них знакомы не только анапчанам, но и туристам. Монахини Марии достаточно. Ну, как бы я не думаю, что так должен называться аэропорт. Вот. Скорее всего, я буду голосовать за Калинина Дмитрия Семеновича. Я первый раз на такую акцию попадаю, например, чтобы было выдвинуто имя на то, чтобы назвали этим именем аэропорт. Это клево. Я пока еще не знаю. Ознакомлюсь со всеми. Посмотрю в интернете, если кого-то не знаю. Ну и как бы это, ну, кто будет достойник, по моему мнению, за тобой проголосую. Врать не буду, к сожалению, ни с кем не знакома, но поинтересуюсь. Очень, мне кажется, интересная информация. Волонтеры в Анапе будут проводить опросы в гипермаркете «Магнит», в торговом центре «Красная площадь», на автовокзале, в аэропорту, учебных и спортивных учреждениях. Свои кандидатуры для наименования 45 аэропортов России, в том числе и анапского, можно внести на сайте великиеимена.рф. Акция по информированию населения пройдет до 28 числа. Потом начнется следующий этап – голосование. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Бергалиев. Анапа. Регион.